В Чувашии объявлена всеобщая мобилизация. Народные силы нужны, чтобы справиться с урожаем. Точнее, с его уборкой. Кого могут призвать на картофельный фронт, расскажет Ольга Пырочкина. Вместо бабьего лета трехмесячная норма осадков. Вот таким выдался сентябрь 2013. Если для жителей региона пасмурное небо и дожди просто небольшое огорчение, то для аграриев настоящая катастрофа. Они не успевают убрать урожай. Если в прошлом году сравнить, то в прошлом году уже на эту дату 67% было убрано. К сожалению, и в прошлом году у нас уже идет отставание. Если по районам взять, то наибольшей площади у нас, наименьшей площади убраны. Это Красноармейский район у нас 30%, Комсомольский район 34%, Канадский район 37%, Ядренский район 30%. При таком раскладе труженики сельского хозяйства могут перейти на круглосуточный режим работы. Впрочем, не исключено, что для спасения урожая придется вспомнить советскую традицию. На сегодняшний день комбайны, когда погода позволяет, надо освещение сделать, ночные часы, они должны работать. Уборка урожая всегда. Оно было дело всенародно. Мобилизовать надо студентов. Определенные субботники надо проводить, работники бюджетной сферы должны подключаться. Правда, в отличие от так называемой советской картошки, поехать жителям Чуваши, скорее всего, предложат не только за романтикой и общением. Я не говорю, что должны работать на безвозмездной основе. Должны работать на возмездной основе, в виде натуральной оплаты. Урожай должен учитываться. И, исходя из этого, люди могут заготовить для своих потребностей. Кстати, отстают в республике не только с уборкой урожая, но и с посевом озимых. Из запланированных 100 тысяч гектаров пока посели 70. Но в данном случае, вероятно, аграриям придется справиться своими силами. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.